Давайте выполним интересный дизайн в необычной технике. Покрываем голубым гель-лаком, у меня это номер 416, и берем вот такой спонж для макияжа. Можно поступить двумя способами. Нанести на палитру белую гелевую краску, белый ларфинат, импасту, и путем вот такого тампования выбелить серединку. Это нужно повторить несколько раз через промежуточные просушки. Старайтесь, чтобы у вас на спонжик не попадали ворсинки. Закрываем это все витражной гелевой краской розовой, немножечко растушевываем по бокам. В принципе, из-за того, что витраж полупрозрачный, очень хорошо и мягко он ложится в растушевку. Далее мы берем и делаем второй способ. Если в первом варианте мы наносили гелевую краску на палитру, то в втором варианте мы нанесем ее непосредственно на ноготочек. Наша задача сделать светлую серединку, растушевать ее, но не перекрыть розовой. Просушиваем, берем желтую витражную гелевую краску. Мазковой кисточкой наносим на всю поверхность ногтевой пластины. По желанию можно попробовать и не на весь тип снаносить. Происходит магическая магия цветового круга. У нас некоторые цвета превращаются в другие цвета, в противоположные. Некоторые превращаются в близкие по цветовому кругу, но также немного меняют свой оттенок. Перекрываем матовым топом, сушим в лампе и берем новый мультиплай гель. Я его смешала с черной эмпастой немножко, чтобы мне лучше видеть, где я рисую свои линии. Я беру линеарную кисточку 5 дробь 0 темная синтетика и начинаю рисовать вот такой вот объемный элемент по диагонали немножечко. Делаю его как бы как скобочка такая, которая надета на ноготь. Выглядит очень эффектно по итогу. И с липкостью мультиплай геля вы можете по-разному поступить. Я сделала отпечатывание фольгой, можно также делать втирку, но мне кажется быстрее всего просто отпечатать. Эффектнее всего. Хромовый эффект просто получается офигенный. Можно все покрыть сразу топом Teclas, как я, а можно прокрыть только хромовый эффект. Тогда у вас будет сочетание блестящего элемента и матовой поверхности.